Всем привет! Сегодня будет распаковочка и обзор одной маленькой посылочки. Но, я думаю, это очень полезная штука, особенно для родителей. У тех, у кого маленькие дети, вы всегда за них волнуетесь, мы за них всегда волнуемся. И поэтому, я думаю, этот товар будет для вас очень даже актуальным. Поэтому не затягиваем и начинаем разрезать пакетик. Здесь у нас находится вот такая коробочка, плотненько упакована. В подарок продавец положил еще стикеры, вот такие наклеечки Angry Birds. Какой-то купончик или что. Да, поставьте, пожалуйста, пять звезд и в таком духе. Вот такие стикеры Angry Birds. Воздушные наклеечки, я думаю, от них ребенок тоже будет в восторге. И с Baymax вот такая коробочка зелененького цвета, модель часов U50. На сегодняшний день очень актуальный товар для тех, кто переживает за свое чадо, где оно тусуется, где оно шарахается. Одели, заставили не снимать с руки, установили себе приложение на телефон и можете контролировать, где он находится. Плюс еще есть функция скрытого звонка. То есть вы позвонили на эти часы, звонка не поступила, они вам перезвонили обратно на телефон. И вы можете слушать, что происходит в радиусе 10 метров около часов. То есть можно послушать, о чем они говорят на уроке. Хороший учитель, плохой ругается, кричит. Ну, в общем, сейчас я подключу в них симку, немножко настрою, скачаю приложение, разберусь и потом обязательно продолжим. И я вам все покажу и расскажу про них. Но сразу до вступления хочу сказать. Ремешок силиконовый, очень-очень мягкий. Гнется, застегивается на детскую руку. Ну, на очень-очень даже маленькую ручку. Я думаю, можно застегнуть, подобрать размерчик. Ну, я пошел. Так, начнем с комплекта поставки. В комплект входит инструкция на русском языке. Все очень доходчиво, в принципе, можно почитать, разобраться. Но я и не пользовался, потому что я устанавливал абсолютно другое приложение, не то, которое не рекомендуют. Здесь идет шнурок обычный microUSB, достаточно короткий. И малюсенькая отверточка для откручивания задней стенки, чтобы вставить или извлечь сим-карту. Отверточка довольно-таки неудобная, потому что не магнитная. И когда вы откручиваете болтики или закручиваете, эти сами болтики-винтики приходится как-то прицеливаться, придерживать пальцем, чтобы прикрутить. Поэтому, если у вас нет магнитной отвертки, советую также воспользоваться вот этой штукой-магнетизером. Намагнитили отвертку и можете откручивать смело. Во-первых, сами винтики у вас никуда не убегут. Вот они у вас остаются на отвертке. Не надо волноваться, что вы их потеряете. Открутили 4 винтика. Наклонили часы. Упала металлическая бляшка на руку. Здесь можно этой же бляшкой немножко подковырнуть и приподнять аккумулятор. Отодвинули вот эту площадку, приподняли ее. Установили среднего размера симку. Микросим вроде бы она называется, но не самая маленькая. Не та, которая идет отдельно в плата. Опять качельку эту положили наверх и отвели ее вбок. Положили аккумулятор. Как написано в аккумуляторе, здесь 420 махов. Так это или не так, я не знаю. Но могу вам с уверенностью сказать, что этих часов хватает на рабочий день. То есть с утра, снимая их с зарядки, вечером мне приходилось ставить их на зарядку опять, потому что уровень заряда оставался 10%. Звонков я делал в районе 10 или 12 звонков на часы. Интервал обновления координат у часов задан 10 минут. Поэтому если задать интервал какой-то больше, я уверен, что естественно можно увеличить срок службы часов. Перед тем, как установить часы сим-карту, советую удалить пин-код с помощью другого телефона или смартфона. Потому что в часах имеются 4 кнопки, которые отвечают только за принятие звонка и набор номера. Другие функции они не выполняют. Я установил себе приложение «Где мои дети». Это приложение идет платное. Полтора доллара на месяц. Теперь более детально. В данный момент что можно сделать с помощью этого приложения? Посмотреть передвижение ребенка за сутки. Выбирайте конкретную дату и по часам, можно даже, наверное, по минутам посмотреть, где находился ребенок в данный момент. Вторая функция. Можно указывать места. То есть безопасные места. Допустим, с 8 часов ребенок находится до часа дня в школе. Вы выделяете это место и приложение не будет вас оповещать о том, что в данный момент ребенок находится в очередной раз именно в этом же месте. Звук вокруг часов. Третья функция этого приложения и достаточно неплохая штуковина. Я их тестировал. Естественно, я не пробовал запускать их в школе. Пока еще так получилось, что мы все болеем, в школу не ходим. Поэтому просто ребенок одевал часы, уходил с мамой куда-то подальше, просто стояли разговаривали. Я включал звук вокруг. Нажимаете. Нажимаете подтвердить, какой номер у вас введен. Поступает сигнал на часы. Часы от этого не срабатывают никаким образом. И они автоматом перезванивают на тот номер, который вы указали. И вы слышите, как идет разговор вокруг часов. Да, возможно, там не до 10 метров, конечно, как написано у продавца. Но метра 3-4 стабильно радиусу часов этих будет. Скрытое фото только для тех часов, у которых есть функция камеры, в этих часах нет. Почему нет? Потому что я их не хотел покупать как игрушку. А в первую очередь, как гаджет, который нужен мне. Если купить цветной экран, возможность подключения каких-нибудь игрушек, видеокамеры, и все в таком духе, ребенок будет с ними просто играть. Это первое. Второе. У него будут тогда активные кнопки, скорее всего, на часах. В этом я, конечно, не уверен. Но видел, где поддержка игр, естественно, есть активные кнопки. Меня это тоже не устраивает. Поэтому я решил взять вот этот бюджетный вариант за 15 долларов. Плюс есть чат, в котором можно переписываться с ребенком. Он нажимает кнопку на часах, посылает вам звуковое сообщение. Вы ему в ответ посылаете обычное сообщение, текстовое, которое он может прочитать, как на пейджере. Можно отправить сердечки ребенку. Здесь загорается несколько сердечек. Ну, там, сколько отправили. Ну, это бесполезная какая-то функция. И просто настройка, как вы настраиваете. ID часов, номера, которые вы будете набирать с самих часов. Это основных два номера. Допустим, мама, папа. Тот же SOS, который нажали на кнопку. И звонок пошел именно на тот номер, на котором зажат SOS. Не надо искать в телефонной книжке. Плюс с помощью приложения можно создать телефонную книжку. И ребенок, удерживая одну из кнопок, попадает в телефонную книжку. И этой же кнопкой может пролистывать и делать звонок тому абоненту, который выбрал в телефонной книге. Плюс можно установить будильник с помощью приложения. Время сна, это приблизительно как места. То есть, я поставил с 11 вечера до 8 утра, чтобы часы не посылали мне на смартфон никаких уведомлений. Потому что в этот момент ребенок всегда находится дома. Ну, и еще несколько настроек. Такие как язык. Часовой пояс точно так же выбирается со смартфона. Естественно, интервал обновления координат можно сделать вплоть до 1 минуты. Видел несколько обзоров и отзывов. Все люди писали, что 10 минут оптимально. Я решил поставить себе 10 минут. И так же можно поставить различные уведомления. О выходе из мест, которые указаны у вас в приложении. Входе в эти же места. Низкий заряд батареи. И уведомления о снятии часов. Так же есть последняя функция, как найти часы. Нажимая на нее, часы будут издавать звуковой сигнал. То есть, это если вдруг вы где-то их потеряли дома. Нажали на любую кнопку, часы перестают играть. В общем, что хочется добавить про эти часики. Вариант отличный, как за эти деньги. Сколько идет потребление интернет-трафика, я не знаю. Я пока что еще не замерял. И не вижу в этом необходимости. На сегодняшний день очень много различных безлимитных тарифных планов. И в первую очередь, вы покупаете эту вещь не для игрушек, а для безопасности вашего ребенка. Поэтому экономить на этом я не советую. Еще, именно в этих часах оказался рабочим датчик снятия часов с руки. Так как я читал, что многие продавцы закупают на заводе отдельные комплекты часов, в которых стоят обычные муляжи. За счет этого они экономят, могут сделать, позволить себе на полдоллара, на доллар дешевле точно такую же модель. Она ничем не будет отличаться, кроме этого датчика. Но вместо датчика будет стоять муляж. И они будут постоянно вам указывать на то, что часы сняты с руки. Или наоборот, то, что они всегда будут одеты. Все зависит от того, как зашьют саму программку в этих часах. Очень много рассказал, такое чувство, что не про часы, а про то, какое крутое нашел приложение. По факту, все взаимосвязано. Если не будет таких часов, то это приложение нахрен никому не надо. Точно так же в обратном. Если у вас не будет такого или аналогичного приложения, эти часы будут выполнять роль просто часов. А по сути, даже так не получится, потому что вам надо их как-то настроить. Хотя бы тоже время установить. Соответственно, все равно вам надо приложение. Здесь есть какой-то шагомер встроенный. Но, если честно, я не понял, как он работает и работает ли он правильно вообще. Потому что были случаи, когда мы находились в одном месте, и он просто прибавлял плюс 10 шагов за то, что мы 10-15 минут, грубо говоря, с места даже не сходили. Едет ребенок в машине, ну да, может быть руками он где-то тряс, я не обращал на это внимания. И 10-15 шагов просто прибавляются. Должно оно так быть или нет, я не знаю. Но для меня шагомер в часах в принципе не нужен. Именно в этих часах детских. Больше рассказывать про них в принципе нечего. Осталось только добавить, что купил я их при помощи кэшбэк-сервиса EPN. Ссылки на него вы найдете внизу под видео. Сэкономил в районе 5 или 6%. Пожелаю вам хорошего дня. Не болейте. Всегда знайте, где находятся ваши родные и близкие. Пока!